Доброй ночи! В эфире выпуск новостей в студии «Лизация Киева». Президент Нурсултан Азарбаев провел консультации с председателем Можилиса парламента Хабибуллой Джакуповым и премьер-министром Каримом Масимовым. Глава государства подчеркнул, что инициатива депутатов Можилиса о проведении внеочередных парламентских выборов сегодня широко обсуждается на различных дискуссионных площадках в экспертном сообществе и средствах массовой информации. Глава государства также обратил внимание, что о широкой поддержке данного предложения говорят и проведенные опросы общественного мнения. Как сообщалось, 13 января депутаты Можилиса парламента обратились к президенту Назарбаеву с просьбой о досрочном распуске палаты. Назарбаев провел консультации с председателем Конституционного совета Игорем Роговым по вопросу внеочередных парламентских выборов. В ходе консультации Назарбаев отметил, что им было получено обращение депутатов Можилиса, в котором данная инициатива обоснована необходимостью эффективной реализации реформ и намеченных государством антикризисных мер. В свою очередь Рогов отметил, что проведение внеочередных выборов Можилиса одновременно с предстоящими выборами в Маслихат и всех уровней полностью соответствует нормам Конституции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Казахстан сыграл свою роль в продвижении соглашения по ИЯП, об этом заявил посол Ирана в Казахстане Модштаба Дамирчилу. Считаю своим долгом указать на те страны, которые сыграли роль в том, чтобы это соглашение имело продвижение и сейчас на данный момент также содействует для его выполнения. Одной из таких стран является Республика Казахстан, которая также была принимающей стороной в проведении переговоров по ИЯП. Ввиду всего этого и снятия санкций, мы думаем, что наше сотрудничество будет еще больше развиваться, отметил он. В Казахстане в электронном формате появилась база данных об обсужденных за педофилию лицах. С начала 2016 года в Республике ведется новый вид учета лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Электронная база данных будет включать в себя информацию об осужденных педофилах, начиная с 1991 года. В Казахстане в каждом учебном заведении среднего образования будет своя единая школьная форма, которая будет вводиться администрацией совместно с родительской общественностью. Об этом сообщила директор Департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Жаныл Жонтаева. В соответствии с законом об образовании утверждены лишь требования к школьной форме, ну и в связи с чем в каждом учебном заведении обязательная школьная форма останется индивидуальной, сообщила Жантаева. Вводится новшество с первого квартала текущего года. Далее другая полезная информация, после которой мы продолжим. Не переключайтесь. В эфире «Факты» продолжим. Еще сутки аксюбинцы смогут наслаждаться более-менее теплой погодой, по крайней мере, даже сегодня ночью во время крещенского купания. Ожидается, что погода будет не особо морозной, без существенных осадков, но ветер юго-восточного направления усилится до 20-25 метров в секунду. Ночью в ближайшие сутки будет 10-15 мороза, днем 3-8 тепла, а уже с 20 января мороз начнет крепчать. 20 января ожидается осадки, ветер юго-восточного, юго-восточный ветер 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура ночью 3-8, местами 11 мороза, днем 0-5, местами 8 мороза. В дальнейшем на этой неделе будет без осадков, ожидается понижение температуры ночью до 15-20, местами 23 мороза. В Казахстане создается межрегиональная кооперация в мясном скотоводстве. Об этом стало известно в ходе встречи между руководством Минсельхоза нашей страны, Акимов трех областей, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кустанайской и компанией Иналко-Евразия. О новых важных проектах расскажут наши корреспонденты, накануне побывавшие в Алгинском районе, где и прошло подписание значимых документов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вышла на экспорт говядины в объеме 200 тонн ежемесячно в 2015 году. А уже в этом году планируется повысить объем экспорта до 12 тысяч тонн в год. В ассортимент продукции Алгинского мясокомбината входят полуфабрикаты, фарш и мясо в четвертях и полутушах. Порядка 7-15% на данный момент мы даем на внутренний рынок, из них 25-30% идет на актюбинские рынки, коммунальные рынки, в том числе мы продаем мясо по заниженным ценам. То есть поддерживаем баланс, ценовой баланс в области и в регионе. Теперь руководство трех регионов намерено сотрудничать в этой сфере. Ну и конечный результат – это экспорт мяса не только на рынке нашей страны, но и России, и даже Китая. В общем, спрос на мясо казахстанского производства сейчас имеется и даже растет. Спрос на казахстанское мясо очень высокий. Только в прошлом году, несмотря на диспаритет между российским рублем и казахстанским тенге, Казахстан экспортировал около 18 тысяч тонн мяса, из них 6,5 тысяч тонн мяса говядины. Более того, накануне высокие чины заявили, что на рынок Казахстана зашла крупнейшая агропромышленная транснациональная корпорация «Иналка Евразия». Между компанией Актепа и корпорацией «Иналка» был подписан меморандум. Зарубежная компания инвестирует более 100 миллионов евро в мясную отрасль республики, который направит на создание вертикально интегрированной компании для строительства в трех областях республики от кормночных площадок с общей мощностью 44 тысяч голов единовременного откорма. Ну и таким образом в Казахстане создается межрегиональная кооперация в мясном скотоводстве. Аплодисменты. Казахстане, безусловно, это скотоводы, которых не нужно научить, как выращивать животных. Я уверен, что вот этот проект межрегиональной кооперации, который сегодня, которому дан старт и приложены большие усилия, и республиканскими властями и акиматами, он послужит такой моделью для республики и даст возможность резко увеличить поголовье скота. Встреча в Волге прошла довольно живо. Акимам и представителю Минсельхоза продемонстрировали, как в нашем регионе реализуются проекты. На выставке можно было попробовать продукцию, выращенную на Октябрьской земле. А уже в Большом зале все те, кто имеет отношение к агропромышленности, обсудили и развитие и проблемные стороны процесса. Сам актуальный вопрос – это грамотная работа в создании продовольственной безопасности. Что касается подготовки посевной в этом году, сейчас мы почти, можно сказать, 100% семенами обеспечены. Сейчас идет проверка нашей лаборатории, качество этих семян поставлены задачи, чтобы семена готовили максимально первого и второго класса. Что касается техники, удобрений и так далее, мы занимаемся. Я уже сказал, что по отношению сокращения пассивных пшениц и увеличения других видов растительного мастерства. Орошаемые земли Октябрьского региона власти тоже намерены увеличить. В этом году их площадь планируют довести до 29 тысяч гектаров. 300 миллионов тенге, выделенные из бюджета, чиновники направили на паспортизацию таких земель и составление сметной документации для того, чтобы в будущем орошаемые земли передать на баланс комитета по водным ресурсам. Ну и похоже, что в целом встречи, а она прошла на высоком уровне, остались довольны все. Бывший Акимнашу область, а ныне Кустанайского региона Архимед Мухамбетов поделился и другими планами по взаимовыгодному партнерству. Мы хотим сейчас уже здесь размещать заказы на изготовление деталей. Сейчас уже с компанией GMC, Jack Motors мы договорились, что некоторые заводы уже направили в Акимнашскую область, чтобы здесь они построили заводы и здесь выпускали комплектующие, а уже в Кустанайской области собирали автомобили. Представители Минсельхоза, да и нашего региона напомнили, что делают ставку именно на развитие животноводства. Таким образом, поручения главы государства по наращиванию экспортного потенциала будут выполнены. Жители же сельской местности просят не сидеть без дела и тоже включаться. К примеру, им предложено было создать сельскохозяйственные кооперативы. Сельчане с семьями могут объединяться, выращивать скот собственными силами, при этом пользуясь откормочными площадками ТУАКТЭП. Ну а затем весь молодняк реализовывать этой же компании. Но и при этом не забывать, что самое главное качество для желающих работать в животноводстве – это трудолюбие и выдержка. Для Затсакева Алексей Уразов, программа «Факт». Аким Аксубинской области Бирдыбек Сапарбаев посетил Алгинский район. Целью поездки в Карахабду и Шкудак явилось ознакомление с текущим положением дел для последующей выработки мер по решению социальных проблем. В деревушке выезжали представители Акимата области и наша съемочная группа. В селе Акарахабда Алгинского района, что в 57 километрах от Актубея проживают всего 580 человек, на четную встречу местного Акима сельчане пришли вовремя. Но далеко не все. Из живого интереса рассказ длиной в полчаса об успехах властей в зале не вызвал. Задремать хотелось даже тем, кто сидел в президиуме. При этом неудобные вопросы для главы области вначале казались как будто под запретом. Но после уговоров самого Бирдыбек и Сапарбаева сельчане раскрепостились и встреча успешно прошла уже не по запланированному сценарию. Вы что все молчите? У вас нет ко мне никаких вопросов? Или Аким области к вам часто приезжают? А вы, Аким, привыкли все по докладу? Кому это интересно? Да и народу мало пришло. Что, не проинформировали, что из города едут к вам? 15 лет назад Серегбай Курман Сиитов был избран Акимом Харахабдинского сельского округа. Он уроженец Козлардинской области. Но, тем не менее, за эти немалые годы работы должен понимать проблемы сельчан. Но, как оказалось, Харахабда практически замерла в своем развитии. Школа 1971 года постройки нуждается в ремонте. В домах сельчан нет газа, как нет и хороших, дорог, отсутствуют ветеринары и участковые полицейские. В общем, как оказалось, люди имеют к Акиму немало просьб и предложений, как по благоустройству, так и о перспективах своего аула. Дорогу нам зимой начинают расчищать, только если узнают, что едет Аким. Члены наших семей работают в городе. Как они должны добираться? Местный бастык оправдывался. С его слов, для расчистки дорог не хватает техники, но работа в этом направлении, мол, ведется. Вообще, карахабдинцы, как следует из доклада, в основном занимаются животноводством. В округе насчитывается чуть свыше тысячи голов крупного рогатого скота, свыше четырех тысяч мелкого рогатого скота, а некоторые христианские хозяйства смогли даже получить кредиты и расшириться. Но на развитии самого поселка, особенно на внешнем облике, все это сказывается не особо. Сельский клуб бездействует и выглядит, как в послевоенные годы, да и плотин работает не на всю мощь. Жители села Карахабда верят, что визитеры из облакимата увидели полную картину, и глава региона Бердебек Сапарбаев уж сделает правильные выводы. Внедорожники привезли высокопоставленных госмужей в эти выходные и в село Ушкудах. Вся лирика в сельской школе длилась больше 30 минут и на этом закончилась. Дальше Акиматовские едва ли не на пальцах объясняли, как жить сельчанам дальше. Задачи на ближайшее время в принципе те же – развивать малый и средний бизнес, сельское хозяйство, медицину, образование. В общем, постоянно работать, причем всем. А проблемы насущные, такие как отсутствие газа власти, будут потихоньку решать. Вопрос поднимали по поселку Петровка, газификации. Сейчас, на данный момент, я вам нечего не обещаю, потому что туда специально документы должны подготовить, техника экономической обоснования, проект смертной документации, положительное заключение госэкспертизы, и потом только будут выделяться следствия. Кадры тоже должны решать все, говорилось, на встрече, причем не только те, что сидят в Акиматах. Бердебек Сапарбаев неустанно уверял Алгинцев, что жить лучше и веселей народ будет, если сам начнет трудиться, не покладая рук. То есть самая большая дача глава региона ждет не только от представителей малого и среднего бизнеса, но и от обычных жителей нашего региона. Надо работать. Если будем работать, если у нас будет единство, сплошенность, тогда все будет. Я еще раз повторяю, кризис, который идет, это не влияет на сельские местности. Никакого отношения не имеем. Все-таки почти 49% населения Казахстана проживает на селе, значит, они живут нормально уже. Но остальное там развитием других секторов экономики, малого и среднего бизнеса, и им тоже будет неплохо. Если, конечно, опять же, если они будут работать. Лиза Цакива, Алексей Уразов, программа «Факт». Ну и сегодня Аким благодарного сельского округа провел отчетную встречу с населением. В здании школы собрались жители поселка Кызылжар, которые смогли высказать свое мнение по поводу работы районного аппарата исполнительной власти, получить ответы на волнующие вопросы, а также внести свои предложения. Основными проблемными вопросами сельские жители назвали нерегулярное автобусное сообщение с областным центром, плохое освещение улиц, отсутствие дорог и дорожных знаков. Кроме того, большое волнение собравшиеся высказали по поводу скопления в округе бродячих собак. Все обращения были взяты на рассмотрение Акимата. Сегодня православные отмечают крещенский сочельник. Подготовка к этой дате прошла и в нашем городе. В ночь с 18 по 19 января принято купаться в прорубях. На территории города организовано 4 места для купания. На жилгородском и на семейном пляжах, на пляже Илег под мостом на Кирпичный, а также на Жагожай-1. Ну и почти на всех этих пунктах организованы майны, установлены ограждения. На каждом пункте будут дежурить более 15 спасателей. Сегодня спасатели объездили все пункты купания в Крещение, а все проруби готовы к наплыву ныряющих. В трех пунктах установлены майны, ограждения и лестницы. А на пляже Илег под мостом на Кирпичный люди будут омываться на мелководье, так как лед там недостаточной толщины. Жагожай-1 пляж – это первая точка, это в районе новой центральной спасательной станции. Там лед у нас нормальной толщины, соответствует всем нашим нормам. Майна оборудована, установлена в полном порядке. Следующий пляж семейный, недалеко от пляжа Жагожай-1. Здесь немножечко обстановка похожа. Сейчас было принято решение немножко перенести майну к берегу, потому что до определенного места лед нормальной толщины, дальше уже лед очень тонкий. По ожиданиям спасателей, каждый пляж в эту ночь посетит от полутора до пяти тысяч ныряющих. Во время купания не стоит забывать о безопасности. Спасатели убедительно просят не брать маленьких детей с собой в места большого скопления людей. Категорически противопоказано распивать горячительные напитки. Ни в коем случае в нетрезвом состоянии не посещать данное мероприятие, потому что человек может не утонуть, а просто умереть от остановки сердца. То есть холодная вода, холодный ветер, воздух, мороз, он принял горячительные напитки, произошел спазм сосудов, остановка сердечной деятельности. Как говорят спасатели, в прошлом году ситуации с летальным исходом не возникало. Сегодня на местах купания будут дежурить по 15 человек на каждом пункте. Это сотрудники Центра медицины и катастроф, службы пожаротушения и водно-спасательной службы. Айшат Ибрагимова, Алексей Уразов, программа «Факт». На сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. Увидимся завтра. Продолжение следует...